значит чем мы с вами сегодня занимаемся 45 минут мы с вами отведем на небольшой рекламный семинар который я назвала расчет итоговых значений в excel по поводу себя немножечко большинство из вас со мной уже знакомы меня зовут сидра валина владимировна я в центре специалист преподаю курсы microsoft excel word и powerpoint педагогические педагогическое образование там 18 лет отработала в школе 12 лет работы уже здесь преподаю вот эти курсы сертифицированные тренер microsoft а соответственно word excel powerpoint начиная с 10 версия экзамены с данные статус статусы полученные но и о центре вы все уже наверняка тоже слышали знаете мы работаем 28 лет у нас больше миллиона выпускников больше тысячи курсов вот соответственно несколько филиалов и также мы выезжаем в корпоративные группы если есть корпоративные заказы что касается нашего семинара я тему итоговых значений разбила как бы на три части на три семинара первый семинар сегодня мы поговорим с вами о функциях которые позволяют почти подсчитывать разные итоги какие виды итогов и какие функции мы с вами обязательно разберем дальше следующая часть предполагается семинара 4 июня о вернее июля там мы поговорим о об инструментах которые позволяют считать итоги сюда мы подключим промежуточные итоги консолидацию и сводные таблицы ну и третья часть так это будет у нас с вами до 15 сентября это итоговое значение с помощью надстроек сейчас многие слышали наверняка что microsoft разработал давным-давно ну как давно в 13 примерно вверх версии новые надстройки это всякие power power query power view power map там power power bi сейчас очень хорошо как бы работает но это отдельная тема так вот мы с вами поговорим как можно итоги считать вот в этих в некоторых из этих надстроек это будет сентябре о чем сегодня будем говорить ну во первых какие бывают итоговые значения итоговыми значения мы считаем с вами общие итоги промежуточные итоги но и итоге по каким-то условиям какие функции мы используем обычно это функции стандартные суммы минимум максимум средний счет ну и так далее там по условию безусловие так далее так вот дальше а мы поговорим о том чем отличаются вот эти вот расчеты если у нас данные приведены в виде таблиц вы наверняка слышали такие понятия как умные таблицы форматированные таблицы там динамические диапазоны в принципе одно и то же там расчеты немножко отличаются от расчетов в обычных диапазонах в основном это будет у нас итоговая строка и разные виды расчетов ну и потом посмотрим как в обычных диапазонах использовать ту функцию которая используется в таблицах эта функция промежуточные итоги то есть в чем там плюсы минусы и какие там есть особенности и начнем начнем мы с такого примера но таблица будет одна нас если вам будет интересно в конце те кто находится здесь в аудитории можете оставить свою почту я вам на почту могу выставить конечный итоговый файл но из соответственно у кого есть личный кабинет и в личных кабинетах там тоже будет этот фарик отражаться и так есть некий некий диапазон с данными данных у нас с вами ну как бы так относительно немного где-то около 120 позиций есть текстовые значения есть даты есть числовые значения и что у нас касается итогов значит как я уже сказала в начале итоговыми функциями являются те функции мы их называем еще агрегирующими функциями и все наверняка хоть раз заглядывали вот в эту кнопочку сигма мы и называем и там эти функции вы видите эта сумма средняя минимум максимум и счет или количество по поводу самых простых вариантов то есть самих этих функций все ведь работали с ними уже какие особенности эти функции содержат до 255 аргументов то есть может могут обрабатывать 255 максимум диапазонов и плюс к этому они не обращают внимание на текстами на пустые ячейки то есть если допустим я хочу узнать суммарные данные по столбцу там количество я вызываю функцию сон кстати функция сумма в отличие от всех других может вызываться через горячий клавиши alt равно левый alt правый не нажимайте после 2003 версии офиса и xp вместе в сочетании почему-то правый alt перестал нормально работать до чего-то там случилось в общем да и так значит автосумма alt равно до alt и равно одновременно но и дальше мы выделяем диапазон по поводу выделения там иногда буду горячий клавиш рассказывать до выделяется этот диапазон обычно если он заполненный вставил в первую чечку контур shift стрелочка вниз и выделяется контур shift стрелка вниз и выделяется весь диапазон который заполнен если у нас на пути будут пустые чеки стрелку можно нажимать несколько раз до чтобы выделить весь диапазон который нам нужен соответственно завершаем формулу получаем вот эту сумму суммарные данные а вот по поводу мин макс и всего остального здесь все то же самое пишется функция например минимальный и выделяется да я там количество хотел бы допустим минимальное количество точно также через контур shift можно со стрелочкой выделить и вот минимальное количество у нас с вами будет единица так количество и соответственно а кстати общая цена то некрасиво согласны то есть не совсем корректно это все просчитано поэтому смотрите если вы вдруг промахнулись диапазоном то есть не тот столбец выделили можно зайти двойным щелчком формулы или клавиша f2 вас запустит режим редактирования и просто вот эту рамочку переместить на другой столбец например на стоимость то есть не обязательно переписывать формулу можно просто перенести вот этот диапазон главное чтобы оба диапазона были одного размера просто вот за границу наводите там стрелочка такая крестик и стрелок и можно вот так вот гулять по диапазону итак это у нас с вами общая далее если нам необходимо то есть это общие итоги если нам необходимо посчитать итоги по каким-то критериям к нашим функциям сумме макс средний и так далее добывает добавляется слово если там сумм если мин если макс если ср значит если кстати мин если макс если кто-нибудь слышал про них они появились 2019 версии да то есть раньше их не было например давайте сделаем так значит я сейчас копирую столбец заказчики вставляю его вот здесь вот где-нибудь рядышком и ну наверняка многие из вас в курсе что у экселя есть инструмент который называется удаление дубликатов вот то есть я встаю в этот диапазон и через вкладку данные работа с данными удалить дубликаты но так как у меня один столбец просто жму на ok вот и мне программа говорит что у меня в моем списке 33 заказчиков и дальше допустим мне нужно узнать какое-нибудь там минимальное количество покажу заказчику функция называется мин если мин если предполагает ох ты радость там но всего я не могу вам показать эту функцию оказывается на этом компьютере он у нас особенный оказался 2007 вернее да а офис 7 вернее просите windows 7 она windows 7 19 версия экселя и офиса не ставится поэтому мы оказывается на 16 версии ну ладно не получилось к сожалению тогда давайте так мы посчитаем с вами на суммарные данные а потом я вам расскажу что предполагалось функции мин если так суммарное количество по нашим заказчиком это функции сумм если соответственно сумм если аргументы этой функции такие мы выделяем проверяемый диапазон то есть где мы с вами будем искать нужного заказчика это список заказчиков а выделять его столбцом или выделять диапазоном здесь разные подходы так как у меня сверху есть пустые строчки столбиком выделять наверное это будет не совсем корректно но кроме этого выделение столбцом у нас предполагает что тяжелые формула будет будут тяжелее считаться но понимаете да стоит чек обработать или миллион пятьсот вернее 48 тысяч да вот поэтому я выделяю столбиком важно помнить что если вы эту формулу собираетесь копировать вернее не столбцом диапазоном а диапазон выделили кусочком его нужно сделать фиксированным абсолютная ссылка это клавиша f4 на клавиатуре фиксируем далее критерии это условия которые в этом столбце буду искать в данном случае это вот этот заказчик его не фиксируем потому что они меняются но и третий аргумент это диапазон суммирования это те данные которые я хочу сложить это количество соответственно выделяется диапазон столбца количество тоже фиксируется еще один важный момент при выделении диапазонов в том что они должны быть как я называю параллельными и одноразмерными что такое параллельность это значит что первая ячейка если это g7 то диапазон начинается 2 тоже 7 строки если второй диапазон будет начинаться с восьмой строки у нас пойдет перекос то есть вот этот селезнев и к будет отвечать допустим за за позицию девятой строки за 19 не за 7 это даст со смещением это будет не совсем правильно поэтому проверяйте параллельность одномерность это значит что вы оба диапазон должны с одинаковой размерностью то есть если здесь 7 по 129 то здесь 7 по 129 строчку если один из диапазонов будет выделен столбцом а второй кусочка некоторые функции как говорят это проглатывают работают нормально некоторые молча выдают неправильные ответы а некоторые начинают ругаться он говорит я не знаю как и шутка значит сделать эту это действие ну то есть там нужно будет смотреть соответственно написали формулу скопировали и получили эти данные эту же задачку можно решить функции которая называется суммы если мы не мы на этом много условий много условий для чего эта функция допустим вы заказчиков определили а дальше вам нужно еще определить там по номенклатуре минимальное количество суммарное количество и сейчас как бы витает в воздухе предложение всем решать подобные задачи через функцию смены ну во первых она появилась седьмой версии и сейчас более ранней версии уже почти нигде не работают то есть можно спокойно использовать а вторых даже имея сейчас одно условие остальные вы можете вписать просто потом добавляя следующую пару диапазонные условия то есть эта же задачка она будет здесь решаться каким образом функция сумм если мы не и у этой функции меняется порядок аргументов то есть здесь мы у нас если заказчик такой-то суммируем стоим количество а сейчас у нас будет суммируем количество если заказчик нужный нам то есть один раз выделяется диапазон суммирования ну и помним про фиксацию затем выделяется диапазон проверяемых ячеек тоже фиксированной но и дальше мы указываем условия которые хотим проверим то есть тот заказчик который нас сейчас интересует вот ответы будут такими же но во втором случае мы можем спокойненько там добавить условия там если номенклатура или 990 и и посчитай остальные мечтали вот то же самое с функциями а среднее значение если ср значит если если мы не функции которые я хотел вам показать мин если и макс если они те же самые только а наши переводчики не совсем нормально сработали то есть в английской версии сам if сам ifs и в речь и в речь их мин и ps и макс и то есть множественная наши переводчики в девятнадцатой версии на русский язык написали эти функции как мин если макс если то есть по чтению они похожи вот на эту функцию по названию по принципу они идут вот как эта функция то есть мин если предполагается маны ищем минимальное количество если в столбце заказчик попадает вот этот заказчик вот то есть функция достаточно простая в более старых версиях эта задача решалась через формулы массива то есть там слышали про формула массива давайте я так вот на четырех покажу для тех кто не в курсе вот здесь вот добавлю предполагается так формула массива пишется одна для всех ячеек сразу поэтому они выделяются потом пишется формула и завершается определенным образом завершение формулы массива ведет тремя кнопочками control shift enter вот а формула предполагает следующее мы ищем минимальное значение по диапазону которую формируем через функцию если функцию если использовали да когда-нибудь если условия выполняется делай так иначе по-другому так вот смотрите функция если ставится условия если в столбце заказчик выделяем его полностью здесь фиксация не нужна потому что ничего копировать мы не будем содержится значение содержится значение а вот этого заказчика то мы берем с вами чем количество доберем прям количество а иначе то есть остальные количество мы как бы так обнуляем но обновлять замену на 0 нам нельзя потому что минимум положительных чисел 0 будет 0 поэтому мы обновлять будем вот таким вот образом создавая пустоту то есть что эта формула дает если в столбце заказчик встретиться нужный нам мы его количество берем остальные заменяем на пусто сейчас я под сомнением немножко потому что формула пришла вот из-за того что это 16 версия сработает ли она на множество мы должна сработать на самом деле так закрываем если закрыли мин но и контур шрифт enter раз проверяем будет ли она у нас с вами показывать результаты а не показывает не показывает тогда он тогда каждый формулу нужно будет написать в отдельности то есть если диапазон содержит вот это значение тогда диапазоны мы фиксируем вот так и вот так и массивчиком завершаем знаете что сейчас произошло так как формула была написана для четырех ячеек она и скопировалась на все четыре чеки поэтому придется вот так сделать я эту формула скопирую а здесь их удалю так возвращаем здесь четыре ну а дальше копируем эту формулу он проверяет для этой отдельности ячейки для этой игры то есть мин если но только через две формулы и формулу массива сначала формируется через если диапазон из нужных нам значений количество потом функциями на диапазон обрабатывает иначе мы работали бы так мы создавали бы новый столбец для заказчика такого то количество такое то из нужных данных ему и пустот и потом функцию мин применяли ну как я уже сказала в 19 версии это все решается через обычную функцию мин если и так значит общие итоги это обычный суммин макс и так далее итоги по условиям это соответственно у нас с вами идут суммарные минимальные максимальные средние значения по условию или условий ям и это пока пока как раз то что работает на обычных диапазонах теперь мы посмотрим с вами что произойдет если у нас данные будут показываться в виде таблиц предполагается давайте так скопируем и вот это все удалю точки предполагается что у нас есть данные которые нужно преобразовать в особый вид это умные таблицы умные таблицы у нас с вами создаются из диапазона следующим образом это либо вкладка главная кнопка форматировать как таблицу не случайно эти таблицы многие называют форматированными второй вариант ставка таблица ну и третий вариант горячих клавишек которые совпадают с точностью сто процентов со вторым способом это клавиши control т от слова тейбл или таблица соответственно легко запомнить главное выделять ничего не нужно excel сам все выделит и так в любую чайку стали например control т программа предполагает что наш диапазон вот такого размера и он начинается со строки заголовков сроку заголовков он может не увидеть в том случае если каждый столбец текстовый то есть данном случае флажок сработал почему потому что у нас есть толпцы с числовыми данными в первой строчке текст во второе число вот в этом случае он первую строчку определяет как строку заголовка и так жмем ok получаем отформатированную таблицу с отобными свойствами но свойства какие свойства саморасширения сохранение заголовков пока вы находитесь в таблице особый способ написания формул но и одно из свойств это автоматическое создание строки итогов что это значит ну например например у нас есть числовые данные по которым я хочу посчитать суммы там и так далее а что можно сделать первое на вкладке конструктор которая появляется после создания таблицы у нас есть флажок который называется строка итогов ну допустим поставили флажочек и у нас появилась новая строчка где подписаны итог и где последняя ячейка каким-то образом отразилась сейчас пока рассказывать не буду дам горячую клавишу то есть место вот этой вот этого флажка можно находясь в любой чеке нажать на три кнопочки это control shift 3 то есть очень легко запомнить control т создание таблицы control shift и ставка итоговые строки и так control и у нас итоговая строчка поставилась то же самое что спасать вот этот флажочек так вот что происходит в этом случае excel смотрит на последний столбец если последний столбец числовой и заполненный в этой ячейке будет отражаться суммарные значения то есть итог общей суммы в данном случае он не может просуммировать столбец потому что он текстовый а что с текстами он может делать из тех наших с вами да он посчитать может только количество поэтому сейчас мы видим количество строк в этой табличке нужна ли нам эта информация или нет решайте сами скорее всего нет поэтому что могу сделать зайти в эту кнопочку в ячейке и сказать мне здесь не нужны данные нет а нужны мне например общей стоимости тогда встаем в ячейку столбца стоимость итоговой строки снова открываем кнопочку и говорим посчитай сумму вот они суммарные данные например мне нужно вычислить там максимальное количество встаю в столбец количество выбираю функцию под названием максимум ну и например среднюю цену с ндс открываю кнопку выбирая средняя цена и так далее что особенного во первых когда вы встанете в ячейку и выберите сумму вы увидите строке формула не сумму а некую функцию промежуточные итоги это автоматическое создание итоговой строки вот таких умных таблицах что предполагает функция промежуточный итог это функция которая не видит скрытых ячеек то есть если я возьму столбец заказчик и отфильтрую данные только по одному нужно мне заказчику нажму окей мы увидим сумму только по этим ячейкам допустим допустим нужны несколько заказчиков выбираю жму окей и мы увидим сумму по этим заказчикам обычная сумма так не делает обычная сумма видит все ячейки и скрытые и видимые вот точно так же а здесь помните какую функцию брали функция средняя средняя промежуточные итоги и опять мы видим среднее значение только вот в этих ячейках о чем нам с вами и говорит подсказка в строке состояния да то есть вот эта сумма вот с этой суммы совпадают вот то есть функция промежуточные итоги в строке итогов в умные таблицы она особенная снимаю фильтры и получаю опять же данные по всем нашим значениям надеюсь интересная функция для вас да потому что очень многие спрашивают а как сделать так чтобы excel перестал видеть скрытые чеки зачем тоже мы их скрываем да да а самое интересное что функция промежуточные итоги она доступна и в обычном диапазоне да вот единственное мы сейчас с вами посмотрим на одну разницу когда будем писать сами промежуточные итоги мы видим некую особенность и так я возвращаюсь на первый лист вот к этим данным ну и допустим вот здесь мне нужно будет узнать а вот общая стоимость за посмотрим второй вариант решения здесь просто сумма здесь будет другая сумма и так общая стоимость через функцию промежуточные итоги называем промежуточные итоги и там есть несколько аргументов первый аргумент это функция которую мы будем использовать нам нужна функция сумма если вы посмотрите на список наши набор до стандартный средний счет заполненные чеки максимально минимальные где-то там под номером 9 есть некая сумма а самое интересное что такая же сумма есть еще и под номером 109 то есть какие-то функции идут под номером от 1 до 11 какие-то от номера 101 по 111 вот как эти функции выбирать и чем они отличаются знаете выберем сначала так не то мы с вами выберем промежуточные итоги по сумме под номером 9 ставится девятка и следующий аргумент это ссылка которую мы будем использовать в нашем случае это столбец стоимость выделяю диапазон и завершаю формулу как вы думаете сейчас значение суммы и сумма промежуточные итоги одинаковые смотрим точно такая же да вот рядышком я напишу ту же самую функцию промежуточные итоги но не с номером 9 с номером 109 вижу промежуточные итоги номер функции будет 109 а диапазон тот же самый F8 F129 и опять решение одинаковое то есть сумма промежуточные итоги под номером 9 и 109 совершенно одинаковые а вот теперь будем искать разницу я в исходном диапазоне ставлю фильтр и выбираю через фильтр одного заказчика давайте так проверим здесь у нас с вами что получается 4 миллиона там да вот смотрим на ответы первый ответ обычная сумма естественно не изменилась она видит скрытые ячейки а вторая функция промежуточные итоги получили значение то которые видели третье то же самое то есть пока эти две функции работают одинаково кажется в чем же тогда разница я отключаю фильтр и давайте вспомним как еще можно скрывать ячейки просто скрыть да значит выделяю несколько строчек правая кнопка мыши скрыть смотрим обычная сумма не изменилась смотрим здесь промежуточные итоги под номером 9 тоже не изменились а промежуточные итоги под номером 109 изменились это еще не вся разница так возвращаю все назад так правая кнопка показать она памяти еще как можно скрывать плюсики да вот эти структуры да да вот здесь интересно но я сейчас создам структуру достаточно просто об этом мы будем говорить об этом инструменте на следующем семинаре это инструмент промежуточные итоге сейчас просто чтобы не тратить время так значит нам нужно по каждому заказчику например где он у меня определить группу допустим просто у количеством то есть вот они они группы и я их скрываю получаю так стоп а чуть у меня она правильно 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 так посмотрим в общем ладно неправильно сделала давайте сделаю обычную группировку просто сама допустим выделяются позиции и через группировать создаем первую группу так что меня нету то сделал вот так группировать дальше вот эти данные группировать так и например простите вот здесь дело группу но теперь через вот эти минусики я схлопываю не скрываю мы смотрим первая сумма не изменилась вторая не изменилась третья изменилась да то есть смотрите да вывод какой у нас с вами промежуточные итоги где функция берется без сотни то есть от 1 до 11 она не видит только скрытые фильтрами данные все остальные скрытые и говорят вручную скрыть да эта функция видит а функция под номером 109 она не видит любым способом скрытые ячейки через фильтры через группу через правую кнопку скрыть да но здесь нужно выбирать какой вариант кстати а как здесь видите под номером 109 то есть в таблицах по умолчанию берется функция всегда под номером 100 чем-то поэтому любым способом то есть если я здесь тоже самое через правую кнопку мыши скрыть скрою суммы тоже изменится и так в таблицах инструмент строка итогов автоматически присваивает нашим функциям номер 100 чем-то 101 120 3 так далее и эти данные не видят наверное эти функции не видят никаким о вернее спросите любым образом скрытые ячейки но а когда вы уже работаете со своими обычными диапазонами пишите формулы сами то тогда вы уже будете решать только фильтрованные данные не видно или все остальные скрытые вот кстати эти функции не видят еще промежуточные итоги которые мы с вами вручную вставляем внутрь вот этих вот таблиц то есть когда сами считаем там сумму дополнительные он их тоже не видит только числовые значения вписаны вручную или прочитаны через обычные формулы вот итак мы посмотрели с вами разные варианты итогов в обычных диапазонах и в умных таблицах вопросы есть пока все нормально хорошо не зря пришли что-то что-то новенькое узнали не а кстати да умные таблицы многие используют до сих пор как просто для форматирования они очень удобные они кстати не умеют работать с объединенными ячейками объединенные чеки зло в excel и вот и а если вы создадите таблицу и кто-то попытается ячейки объедите он скажет нет там вот посмотрите просто кнопка не работает вот она она отключена по умолчанию вот ну и немножечко как бы в окончании рекламка как без этого ладно повторимся что мы уже с вами увидели а какие итоговые значения как используются в диапазонах расчеты что делать если в таблице и что делать если у нас с вами итоговые суммы считаются через промежуточные итоги в диапазонах но дальше так как многие уже наши курсы проходили да и цепочку в принципе вы уже в курсе как она работает уровень excel 1 это самый простой уровень и там из того что мы с вами рассматривали рассматриваются простые функции суммы суммы если иногда мин макс среднее значение так далее в расширенных возможностях мы отсюда берем суммы если мы не их подобными соответственно мин если макс если так как мы на 19 версии работаем там же мы рассматриваем инструмент промежуточные итоги инструмент и это мы с вами рассмотрим на в июле до дополнительно там же мы рассматриваем чуть-чуть затрагиваем консолидацию и об этом мы тоже поговорим отдельно сводные таблицы рассматриваем более подробно поэтому на семинаре мы просто про них вспомним и сравним вот эти вот три инструмента итоги консолидацию сводные таблицы вот пропал по поводу умных таблиц частично мы работаем на первом уровне и частично на втором то есть они мы тоже вспоминаем вот по поводу третьего уровня анализ визуализация из того что я сегодня пыталась показать это формула массива это основная тема работы с формулами в данном на данном уровне там очень много интересного рассматривается но плюс работы с диаграммами и так далее 4 5 уровень это работа с макросами соответственно кому-то они нужны кому-то нет сейчас многие говорят о том что большинство действий которые мы раньше выполняли макросами можно выполнить через power query и так далее то есть эти надстройки они уже частично нам помогли причем там что интересно они решают проблему уже чисто интерфейс на даже не формула не обязательно умеет писать там же ну и соответственно шестой уровень мы рассматриваем сейчас power pivot power query power query на так начальном уровне только для того чтобы преобразовать немножко исходники более-менее красивый вид источники могут быть кривыми как мы знаем да всякие объединенные ячейки какие-то группировки какие-то там непонятные данные которые расположены столбцах и нам нужно их строки разбить и так далее чтобы источник не трогать не нервировать того кто его создал и нет нет не это самое не требовать от него от этого создателя чтобы он что-то сделать вот в power query можно эти источники все преобразовать причем сохранить связь источником как только источник обновляется в power query просто говорите запрос обновить он все эти операции проводит и вы получаете красивую табличку с которой уже потом можно работать вот часто через power query у нас источник преобразовывается попадает в power pivot в модель для построения сводных таблиц на основе вот этих кривых источников или там многочисленных источников собираете из разных типов создаете модель строите таблицу вот на седьмом уровне в power query уже углубляются и уже вообще красивые вещи делаются очень кривые источники через формула через функции там внутренние вложенные в парку и ри исправляются вот там же можно собирать данные из нескольких источников причем если но бывают такие ситуации да когда у нас в одной папке лежат файлы одного типа каждый день туда новые файлики добавляются из вас каких-то и нам нужно чтобы они автоматом приходили к нам туда в модель вот power query тоже обычно очень легко фактически там несколько щелчков собираются данные из папки вот но главное чтобы эти файлики были однотипные по структуре вот восьмой уровень который меня сейчас здесь не представим просто не хотела очень мелко тут писать это уже углубление в power pivot там тоже формулы мы углубляемся в модели вот и сейчас да у 5 уровня у 6 нет у 5 7 8 есть еще практику мы дополнительно тоже новые у нас как бы относительно новые курсы и плюс сейчас в конце марта у нас должен стартовать курс power bi для excel да то есть не для тех и сквельщиков которые там в базах руля да именно через excel тоже красивые вещи потому что power bi это тоже направление которое microsoft очень сильно развивает и продвигает фактически в течение месяца появляются от 3 до 10 новых функций новых возможностей в этих моделях и так далее то есть это вообще мы говорим про excel бездонная бочка да то есть можно туда проваливаться а тут еще вот эти новые настройки это вообще особенно молодежи это надо развиваться развиваться и развиваться потому что им в этом во всем нужно очень хорошо крутиться вот мы по поводу сертификатов после курсов мы выдаем свидетельство или удостоверение прохождения курса здесь все зависит от того есть ли высшее образование если средне специальные предоставляли ли вы документы то есть это либо свидетельство о повышении квалификации или удостоверение о том что вы прослушали курс вот excel 2 у нас сертифицированный курс microsoft и поэтому после него в личном кабинете появляется электронный вариант сертификата от microsoft а все раньше мы впечатали сейчас электронная версия выдается но если какие то вопросы появятся или до сих пор остались можете присылать на почту я сидорова собак специалист ru кто еще к нашим курсам не пристрастился ближайшие курсы у меня excel 2 например да вот проходит в эти даты соответственно все что вы хотите узнать о наших курсах телефон есть на экране или наш сайт с которым наверняка все знакомы раз сюда пришли значит уже знаете как с ним работать вот мне очень приятно было вас здесь увидеть до вопросики можно это просто вы ставите в одной из ячейки в диапазоне и жмете control-t table таблица или на вкладке главной кнопка форматировать как таблицу и она сама создается там появляется окошко который говорит там за таблица заголовками жмете ok все вот и вам так сейчас посмотрим у нас так если вручную умная таблица поменять итоговая на 9 вы знаете никогда не задавалась такой вот самой необходимости ну да должна должна сработать это итоговая строчка вообще она доступна и для изменения для форматирования да вы можете просто свою функцию написать ага ну все тогда на сегодня все спасибо за участие приходите к нам еще до свидания до файл сейчас я вам листочек дам общий если нужно я на файлик на почту вышлю